всем привет друзья коробку оживили будем сейчас тестировать повторно выпали сухари с третьей передачи из-за этого она не выключалась так и на 3 сюда и приехали колесо чуть завалено вроде так на камеру да видно чуть-чуть непонятно да узлы агрегаты конечно желают лучшего но пока так там процессе меняются у нас планы каждый день что ставить что не ставить пока поездим так кто-то выбрасывал видео выезжает пикап такой заряженные тоже такие же растяжки так такой же фаркоп вниз висящий так улыбнула меня это что едем киев друзья поехали хотел о омыватель же у нас работает сейчас покажу починили на оффроуде вот блин работает но в эту сторону плохо брызгало и есть проблемы постояла черта размазал не что-то моет нормально более-менее в общем друзья проблема такая хоть и картер оригинально у нас не без переходной плиты за 2 вот я трогаюсь в принципе достаточно легко сейчас у нас маршрут другой более скоростной в общем нету центровочных нет направляющих правильно сказать которые коробку которые обычно стоят между коробкой и двигателем они ну на коробке они обычно направляющие которые центрируют коробку относительно двигателя но первичный вал понятно попадает само собой но на болтах на болтах получается все равно не идеально первичный вал идет на перекос кстати не посмотрели коленвал как он заходит пока было все разобраны но это уже до следующего разбирание честно говоря уже достало это разбирание и собирание и вот есть под посторонние звуки сломано так работает видно причем эти звуки не пропали вот мы поменяли сцепление починили коробку во все осталось как и было потому что причина не найдена такая вот ситуация так машина огонь по танковой лупануть мы как раз в ту сторону едем ну не знаю правда бедный забыл куда ехал остановился так общая надежность конечно узлов и агрегатов оставляет желать лучшего намного лучшего есть вариант субару поставить ну я же говорю там опять куча переделок опять же вопросы с запчастями хотя там не должно возникать но все равно с нашей эксплуатации могут быть вопросы так что будем наверное все таки снивым и что-то сюда ставить мотор с коробкой с раздаткой и тогда я думаю получится уйти от этого вечного геморроя вес небольшой не выходят плюс тут понижение на бортовиках дополнительно то есть будет ему не тяжело плюс понижение на раздатке будет полноценный ряд пониженных кстати кто не знает тут луатовская трансмиссия в ней пониженная только одна и только вперед и очень ненадежная она постоянно выбивает умирает в общем соответственно от этого надо уйти еще один из недостатков это неработающая задняя подвеска я уже говорил как на предыдущих видео очень плотно втулки сидят на палке плюс амортизаторы не под правильным углом немножко стоят дополнительное сопротивление ну и в сумме получается это все подвеска в общем задняя вообще не работает там какой-то ход минимальный есть но очень символически из-за этого дискомфорт и на бездорожье и на вот такой плохой дороге бетоночки надо снять балку проточить или балку или выбить втулки проточить в общем там такой кусок работы втулки легче проточить они в любой станок зайдут а вот балка только в очень большом попробовал наступить тут дорога получше валит нормально конечно он стал спросим у него потом какая была скорость она разгоняется очень уверенно соточку легко конечно я так думаю так друзья бориспольская трасса пробуем померять скорость макс сзади вида меряет снимает немножко биения на руле но колеса после болота вот уже поворот на танковую а кто тут у нас скорость проверяет скорость проверяет это ж спортивная машина киа тоже это еще не полный газ блин главное чтоб ничего не отвалилось не знаю какая скорость там макс видит сзади 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 но это можно Начинает разгоняться. Собка стабильна. Сбросили газ. Даже до 120 немного доходило. Камера не включилась. Только что смотрел на GPS. 110 разогнал. 90 вообще без напряга. Вот сейчас где-то 90-92. Это жесть. Неплохо так идет. На ранжовере лайки поставили только что. Очень довольны. Шоки люди конечно. Ну что друзья. Долетел я. Хотел еще показать. Как давление масла тухнет. Моментально. Хотя прогрета сейчас температура. Высокая очень. Доехали нормально. Конечно вибрация. По хорошему надо смотреть. Перебирать все. Макс звонит. Всю трансмиссию пересматривать. Откуда она идет. То ли с промвала. То ли с этого. Ну. В оффроуде нормально. В общем. Короче. Следующий этап. Ставим сейчас колеса. В тракторку. Небольшого диаметра. И пробуем уже дубасить по взрослому. Шины видите сейчас какие. Не для оффроуда. Там где я не мог выехать. Там где я не мог выехать. На прошлой покатухе. На нормальных шинах. Там вообще проблем не было. В общем. Подписывайтесь. Делитесь. Всем спасибо. До встречи. Будет много оффроуда еще. Смотрите сторисы наши. Пишите комментарии. Всем пока.